Привет, ты на канале Прогавка. Сегодня у нас в гостях Лена Балбек. Привет! Лена волонтер проекта Среды в Ахмадете. Лена нам расскажет, как улучшить мир, как вдохновиться, как сделать пользу для себя и для окружающих. Поехали? Да! Я называю себя рекрутером доноров крови. Это важно уточнить, потому что есть доноры, например, внутренних органов, но мы сейчас не об этом. Мой проект называется Среды в Ахмадете. Это дня рождения, это 13 августа 2015 года, и проект создан для того, чтобы популяризировать донорство крови через такое осознанное потребление, осознанное отношение к этому процессу. На самом деле, ты можешь удивиться, но доноров не хватает везде, практически во всех странах. Когда-то я читала отчеты и Евросоюза, и потом читала опыты других стран, искала отчеты, там, какие-то годовые, и везде, в принципе, все сталкиваются с одной и той же проблемой, доноров не хватает. Причины у этого разные. Например, в Латинской Америке не было войн, предположим, ни Первой, ни Второй мировой войны. Поэтому вопрос недостатка крови, вот вообще, в принципе, этой темы культуры донорства, она у них стала развиваться с опозданием. Сложно было объяснить мотивацию, зачем это нужно. И они там каким-то своим способом решали проблему. Дальше страны, где есть большая концентрация людей разных национальностей. Суть в том, что когда смешивается кровь, на самом-то деле, она становится более уникальной. Найти доноров определенной группы типа крови становится сложнее и сложнее. И поэтому, например, в Великобритании проводятся акции для привлечения доноров, например, из мусульманских стран, предположим. Есть такой термин, он называется replacement donors, по-моему. И во многих странах, когда учитывают или ведут учет донаций, готовят какую-то статистику, они учитывают вот эту степень, процент replacement donors. Во всех странах стремятся этот процент уменьшить. То есть это, в принципе, ситуация, которая есть тоже наверняка во многих странах, но, конечно, у нас это проблема совершенно критическая, потому что к донорству крови вообще возвращаются, обращаются, обращаются внимание только в том случае, когда есть какая-то проблема в своей семье или в семье знакомых, и таким образом ты увидел о том, что существует такая потребность. В принципе, донорство – это культура такого социального характера. Мы являемся частью социума, и вот одним из правил есть делиться, например, кровью, в данном случае. Не обязательно это делать только тогда, когда мы видим сообщение о том, что кому-то она срочно нужна. Для какой-то цели. Мода – это приверженность к чему-то явлению или к людям, но на какое-то короткое время. В то время как донорство, по идее, подразумевает стиль жизни, долгие такие правила игры. Поэтому хотелось бы, чтобы сообщения, которые Таджи Ахмадет или другие центры крови, или мы сообщали потенциальным донорам, они были о том, что это приносит удовольствие. Ну и, наверное, да, это модно, в частности, да, для молодежи, наверное, этот элемент тоже. Об этом не нужно забывать. Скажем так, показаний к донорству по здоровью немного. Например, у вас в крови может быть избыток железа, и вам нужно его физически сливать. И вы его делаете посредством донорства крови. Может быть, есть еще какие-то пару таких показателей, но в принципе, в целом, это не показания медицинские. Поэтому говорить о том, что это полезно, тоже нельзя. Мы об этом говорим, улучшается настроение, укрепляется иммунная система, улучшается сопротивляемость организма вот к этим таким мелким стрессам, когда мы теряем кровь, небольшой ее объем. Мне кажется, об этом просто уже так много говорят шаблонно о донорстве. Знаешь, вот одна донация спасает три жизни, это полезно для здоровья, это супер там, тебя может осчастливить. На самом деле, не обязательно. Более того, и донором не должен быть каждый. Когда-то я читала такую статистику и пыталась найти, но не нашла потом как подтверждение о том, что если вы просто 10% населения страны могли и периодически сдавали кровь, то потребность крови в принципе закрылась бы навсегда. Более того, надо давать от себя отчет о том, что у нас в Украине потребность еще в принципе не супер большая, потому что у нас запрещена трансплантация органов. А когда она будет разрешена, там потребность крови увеличится в разы, она в геометрической прогрессии увеличится. И тогда уже будет вопрос совсем иначе стоять, где ее взять. Потому что даже первый мой визит в качестве такого, скажем, волонтера дежурного случился благодаря тому, что один человек отозвался на мой призыв в фейсбуке и извел желание сдать кровь. Если бы этого человека не было, не было бы у проекта. Так что правда, вот среды это такая в хорошем значении слова коммунальная квартира или такой коммунальный проект общественный. Потому что ребята, которые его организовывают, это исключительно на волонтерских началах. Более того, они принимают практически абсолютно все решения. Мы не согласовываем тексты, у нас у каждого есть правило, что, например, дежурные определенную неделю готовят, предположим, посты, выкладывают на фейсбуке. Никто это не вычитывает, не проверяет. Нет штаба централизованного, который бы это все проверял и контролировал. И проект живет вот так, и у него пока получается развиваться именно в таком ключе. И это очень круто. На самом деле, в принципе, мне нравится этот проект еще тем, что это классный кейс того, как круто можно использовать социальные сети. Плюс. Потому что социальные сети единственный источник доноров, волонтеров, вдохновения, бесплатной помощи. Все мы это находим на фейсбуке. Ну, вот и в инстаграм. Сейчас у нас в команде около 10 человек. В основном это все доноры крови. Ребят, которые вообще никогда не сдавали, кроме меня, наверное, там нет. Ребята, у которых есть постоянная работа, обязательства, хобби, интересы, семьи, коты, собаки, увлечения. Они заняты, в общем-то, очень. И эти ребята сами вызвались помочь, присоединиться к команде. Мы договорились, что мы распределили обязанности внутри группы, договорились о том, что по возможности будем чередоваться на дежурствах по средам. Дальше будем делать сверху этого только по нашим возможностям, если кто-то изъявит желание помогать. Как правило, мы устанавливаем срок этой помощи. Например, кто-то готов подхватывать сообщения на фейсбуке. Давайте договоримся, что этот человек будет сделать три месяца. Или запускаем пилотный проект с центром Амосова о том, чтобы поддерживать их выездную бригаду информационно. Тоже договорились о определенном сроке, когда этот проект будет существовать. Когда этот человек будет готов тратить время на проект. И мне кажется, это очень круто знать начало и конец твоего участия, его ощущать. Вопрос об Ахмадете, да, это правда очень классный вопрос, потому что так было не всегда. Когда мы пришли, на нас в принципе обращали мало внимания. Ну тогда там это была я, потом это была я и Ксюша, потом я, Ксюша, Таня. Ребята стали присоединяться, мы стали чередоваться. Где-то, наверное, год у нас в принципе не было никакого общения. Окей, приходят какие-то, ну приходят, ну окей. Что-то делают, хорошо. Они, во-первых, привыкли, что так или иначе существуют вспышки интереса к Ахмадету, к центру крови. Там, скажем, в частности, вокруг дня доноров, это всегда такие важные дни, приходит масса прессы, куча доноров. Другой вопрос, нужны ли такие всплески Ахмадету, об этом можем отдельно поговорить. Но в принципе они к этому привыкли, привыкли к такому эпизодическому вниманию. И какое-то время, наверное, они воспринимали нас, как вот такую же бригаду, которая пришла, побыла какое-то время и ушла. Но мы остались, и постепенно мы стали разговаривать. На уровне того, что вот давайте мы вам чем-то поможем, давайте мы вам анкетки напечатаем, хорошо. А за это мы хотим, чтобы мы там разрешили печеньки свои приносить, хорошо. Давайте вы нам будете помогать с консультациями к донору, потому что к нам обращаются с вопросами, мы, допустим, не знаем ответ. И нам нужно получить быстрый ответ. Мы договорились об этом с сотрудниками Ахмадета, они согласились, мы договорились о такой вот, скажем так, связи посредством социальных сетей или каких-то мессенджеров. Это уже тоже прорыв, да. Мы стали думать, как, например, вместе сделать что-то приятное донорам на день донора. И мы договорились о том, что будем высылать смс всем донорам 14 июня. И это круто зашло. Потом стали советоваться, они стали запрещать забрасывать нам какие-то запросы, например, мы хотим провести тренинг для сотрудников, посоветуйте нам тренера. А мне как раз какое-то время назад писала девочка-тренер о том, что она готова бесплатно поделиться опытом о том, как, например, вести коммуникацию с донорами или привлекать доноров. Мы провели такой тренинг или мы хотели бы сделать, например, какую-то определенную инфографику, помогите нам ее разработать. Мы помогли. Или мы хотим обновить логотип Ахмадета, центр крови Ахмадета. Нет ли у вас кого-то, кто мог бы сделать? Мы нашли дизайнеров, очень крутых дизайнеров, которые разработали свой стиль. Это было очень тоже интересно, как мы пытались сонастроиться, потому что у них были свои мнения на свой счет, у дизайнера классного, конечно же, совершенно противоположная точка зрения. И, в общем, как мы пытались найти середину. То есть вот так постепенно стало расти доверие, оно стало выстраиваться. И теперь, да, теперь правда, мы приходим как домой, и нас реально принимают, как и наших всех наших команд, принимают каких-то таких, как племянников-племянниц, я бы сказала. Когда мы приходим, нас ждут, нам готов горячий чай, нам выдают бахил, или ладно, нужно заходить и без бахил, ради нас идут на какие-то компромиссы. Ну, в общем, это правда очень приятно, и видно, как они стараются тоже что-то перенимать от нас или научить нас чему-то. И сейчас, вот согласись, ты тоже была же в Ахмадете в новом корпусе, там правда очень классный бизнес каждый день. У меня всегда была и есть основная работа. Я работаю менеджером проектов. То есть меня нанимали как фрилансера провести конференцию, например, или организовать соревнования по праву, по международному праву для студентов. Если бы я была сейчас одна, я думаю, бы среду уже так долго не протянули бы, потому что я бы не выдержала. На самом деле, проект занимает много времени. Может казаться, что это что-то делать, но это, в принципе, это дисциплина, это необходимость уделять время соцсетям, это необходимость быть в контексте. Не говоря о том, что нужно просто каждую среду 5 часов точно выделить на дежурство. Вот, и хочется же тоже что-то еще делать, кроме просто дежурить. Ну, во-первых, есть Донор.ua, это, в принципе, такая глобальная тема. Это первый, наверное, такой проект глобальный, который долго держится и продержался, и развивается. У них больше системности, скажем, в подходе, но, может быть, меньше там какого-то фана или такого физического контакта с донорами, как у нас. Кроме того, несколько лет назад мы познакомились со студентками, тогда они были студентками КПИ, девочек, которые проводили акции по сбору крови в институте для отделения хирургического, где делают операции на сердце, в Ахмадейце, на территории Ахмадета. И они познакомились с нами, понравилась наша концепция, и они взяли себе вторники. Кроме того, они попробовали запустить еще и четверги в институте рака. Они взяли себе наши значки, мы договорились, что мы делимся идеей значков, они тоже дарят значки донорам за донацию. Они называются «Сдай Блад», это их проект, а вот сами вот эти дежурства называются у них «Щедрый четверг». Нет, «Щедрый», «Щедрый февторок», знаете, украинская мова исполкуется, и какой-то четверг, не помню. В общем, суть в том, что они взяли концепцию, и они супер успешно реализовывают, у них огромная аудитория студентов, они приводят массу доноров каждый вторник, каждый четверг, они большие умнички, и дальше развиваются, вот у них видно потенциал, они придумывают что-то новое постоянно, большие молодцы. Есть же еще такая важная вещь, в институте Амосова есть выездная бригада, которая готова выезжать по запросу в компании, если набирается количество доноров больше 15 человек. Это удобно с точки зрения экономии времени и вообще логистики для доноров, ну и для корпоративного сектора тоже, скажем, такой элемент социальной активности. Они на месте делают базовый анализ, они везут с собой эти наборы реакторов, как правильно называется, потом они делают уже анализ глубокий у себя в институте, и мы вот взялись их, скажем так, продвигать, мы делали посты у себя на странице, ребята, которые с нами к нам приходят, обратили внимание и организовали сборы в своих компаниях, потому что, как правило, есть требования такие универсальные, а есть рекомендации, которые отличаются от центра к центру, и очень легко запутаться в этих всех условностях. Вот интересно мне было, кстати, узнать, что в Японии иностранцев, в Украине иностранцам нельзя сдавать, а в Японии, например, можно, но только тем иностранцам, которые говорят по-японски. Те, которые не понимают, которые уже переводить, их у них кровь не возникнет. Ну или там, да, вот эти требования, за сколько времени пить алкоголь, диета, возрастные ограничения, они все абсолютно разные. Вот, например, даже ситуация с донорами тромбоцитов, это такая очень актуальная тема для донорства, в принципе, и вот те центры, где лечат рак крови, где переливание тромбоцитов, это медицинское показание, скажем, для пациента, который лечится. Есть в разных центрах Киева разный набор ограничений, например, и это усложняет поиск доноров. Например, в Ахмадете женщины не могут быть донорами тромбоцитов, тромбоконцентратов. В то время как в институте рака могут женщины быть. И это, на самом деле, важно, потому что тромбоцитных доноров не достает. Эта процедура, которая занимает 90 минут, она длительная достаточно, но менее травматичная для донора. Ее можно, скажем, чаще повторять, но в счет того, что это долго, это как-то сложно звучит. Доноры неохотно переходят на такой новый формат донации, и их найти сложно. А с другой стороны, для рецепента это прям супер важно, тромбоциты хранятся не больше 4 дней. Соответственно, запланировать донацию нельзя, нужно вот прям под необходимость срочно найти донора и сделать переливание. И вот такие ограничения, которые устанавливаются центром к центру, они жестко усугубляют, скажем так, ситуацию с нехваткой донора. Вот пускай родитель пойдет сдать кровь, сдаст кровь, возьмет с собой ребенка, отдаст значок, потом скажет, что вот я получил такой приз за донацию. Расскажет, зачем он это сделал. Не нужно будет никакого образования, не нужно будет никаких лекций в школах, детских садах, потому что дети будут понимать, что это норма, это хорошо. Я попала в Америке в один центр медицинский, и когда я задала вопрос, как вы привлекаете доноров, они вообще удивились вопросу, потому что там каких-то плюшек, фишек, подарков, за донацию, никакого правила никаких нет. Но в донорский центр ходят семьями и годами, десятилетиями. Вот человек приходит с ребенком, ребенок подрастает и продолжает сдавать кровь. Как правило, доноры закреплены за центрами, они не мигрируют. Ну так на самом деле, в принципе, полезно, и вот если, например, человек сдает кровь, лучше это делать в одном и том же центре, потому что доктора уже вас знают, скажем так, ваши особенности, как донора. Так вот, в этом американском центре, они говорят, мы никаким образом не привлекаем, к нам они приходят с детьми, а потом дети вырастают и сдают кровь. Мне кажется, вот это самый быстрый путь, потому что, сделав единожды, если один человек, один родитель один раз пойдет сдать кровь, вот так, расскажет об этом, да, как сделать развлечение для ребенка, то это покроет моментально все семьи с детьми. Вот, собственно, и проблема решена. Лена, спасибо большое за суперинтересный разговор. Для тех, кто еще не в теме, подписывайся на страницу среды в Ахмадети в описании к этому видео. У кого есть вопросы, пожелания, пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Прогавта. Пока! 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 Продолжение следует...